конкурс готов к открытию накидали больше двухсот заявок куча интересного куча разных людей куча проектов но я думаю что часа через полтора-два мы узнаем победителей тех кто вышел во всяком случае в полуфинал нашего мероприятия под названием готов к открытию все это валера снимает у него нет микрофона поэтому я скажу что вы должны подписаться на его канал нажать колокольчик потому что вы вот не подписываетесь и нажимаете а потом сколько ночами не спит и думает а как же вот вы просмотрели а колокольчики нажали все следите за нашим каналом следите за проектом готов к открытию очень скоро здесь на центральном рынке кто-то из наших прекрасных друзей запустит свой отличный проект дорогие друзья ну вот и наступил момент x битва за инвестиции в несколько миллионов рублей открытие на центральном рынке в самом разгаре двести пять публикаций с хэштегом готов к открытию кто здесь у нас сидит евгений генеральный директор центрального рынка олеся вы уже знаете она звезда нашего шоу практически соведущий гош карпенко мой бизнес-партнер руководитель учебного направления всей хурмы многие из тех кто подавал заявки у гоши учились на наших курсах поскольку деньги и гош тоже будет складывать поэтому было неудобно его не позвать респект всем большое уважуха от души да за то чтобы приняли участие я не знаю еще мы никого не выбирали ничего не обсуждали поэтому всем спасибо в любом случае сразу отметается все что связано с алкоголем и так далее это мы к сожалению брать не можем второй момент было много достаточно много предложений когда люди все-таки так или иначе дублировали то что уже на центральном рынке есть рынок не настолько большой можно создать разнообразие не повторяя не дублируя концепции вот это наверное воды который я хотел сказать дальше у меня есть тут свой список концепции к обсуждению у гоши там он свой у ребят наверное тоже есть какие-то свои фавориты джей давай начнем с тебя ты самый главный на самом деле не самый главный моя задача потом только тут уже реализовать помочь это все здесь поставить чтобы крутилась и работала а самое главное в выборе это не допустить ошибку в выборе поэтому основная задача все-таки за вами а значит я очень серьезно отношусь к этому конкурсу а мне очень интересна тема именно больше технического характера нежели именно самой концепции потому что а как это будет реализовано какими способами какими методами у людей будут выручки падать люди будут требовать за те же деньги не просто продукты еще хороший сервис это правда живут об этом мы там есть лично смотришь не я не я не я смотрите прессу сми читайте новостные страницы девятнадцатый год будь сложный а если говорить про фаворитов но конечно мне нравится русской кухни у нас этого не представлена объект находится на туристической тропе то есть у этого места однозначно туристы будут толпиться ты вот имеешь ввиду все-таки советскую я хочу сказать именно на классические русские блюда ну можно к ним отнести да даже украину белоруссию то что вот мы люди нашего возраста называли а не советская а русская кухня то что за границей пельмени борщ тем не менее они там могут в разных может быть русская кухня в новой интерпретации как гастро пестро предлагаю совершенно верно да я вот этого парня очень мне понравился как он и общается это у нас вкуса студия в край как он преподносит известный парень да он побеждал там на целом ряде конкурсов делает такую новую русскую кухню нам важно ведь еще и впечатление которые будут получать гости как а внешне как продукта я думаю просто пельмени сейчас никого уже не удивишь я за парни двумя руками слушай я тебя пойду ты прям топишь за русскую да да не нравится что ли русской да олеся ну я тоже за русскую кухню мне очень понравился михаил я так понимаю алтайского края мне вообще нравится все что связано с алтаем если честно еще мне понравились японские кексы надели они прям воздушный выглядит ческейки хлопковые хлопковый чизкейк да я сейчас даже ни разу не пробовал такую штуку я даже не знал что гену выглядит красиво и очень красиво и зрелищно вопрос только что там будет внутри на мне будет он сухой и будет это действительно вкусно да надо пробовать так георгий давай ты чё думаешь но у меня чуть больше чем два у меня тут 1 2 3 4 14 но я тут поделил на 2 на 2 большие части интересненько и и все-таки русская мне нравится и же самый там позы бурятский как пельмени вот такие небольшие между мантом и пельменем бурятский это алексей братск а видела как он там его поднял это вообще класс и я знаю кстати алексей я знаю он проводит а поварские конкурсы и мы его поддерживали очень такой но они параллельно это идет ну если мы говорим уже о конкуренции или даже больше не о конкуренции а востребованности да ну вот у корейской кухни тоже есть свои булочки ну вот эти разные дальше ну конечно ребят с чебуреками очень смешные но мне нравится изначально историю там с чебуреком мне кажется очень хорошо называй как зовут их чиков павел у них смешной видос мне понравилось и специально 44 вида чебуреков я сейчас про интересненько ребята из дизингофа с израильской едой мне очень нравится она супер честная она очень быстро она очень вкусная у них тот же самый там шницель вот такого размера супер вкусный его можно очень быстро делать это по цене-качеству прямо бомбичная штука всякие хумусы вручную сделаны то что люди которые делают их промышленных масштабов никогда такого хумуса не получат там специальные них машинки то есть это прям вот интересненько и в целом там в концепцию очень хорошо добавить дальше да 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 сербская плеска хорошая штука это плескавица это такая типа бургера но это такая полу лепешка полу мясо со всякими штуками так ну понятно эти хлопковые пироги мне понравились вот к вашей истории с русской кухней мне кажется вот русского супа реально не хватает борщ с пампушками расстегай сухой вот борща не хватает реально ты назвал кто там сладко надо шницель от мид свит алматы но шницель он тут конкурирует у меня за зингофом вот но шницель история очень крутая мне казалось хер шницель у них но хорош на очень крутая не а хорошие вот это прям огромный шницель с салатом там еще чем там соусом это прям вот то что будут люди есть цена-качество правом песни частью мяса остается тем востребованным продуктом который был есть и будет всегда а и к реверст мне конечно понравился я за сосисочки правильные хорошие немецкие сосиску с карри соусом песни а если же самое главное сосискорезку поставить вот я всегда говорю вот как не были в германии видели когда сосиску пожарил на специально аппарат к тебе порезал на маленькие кусочки это счастье особенно когда люди сами это делать а если это совместить еще с а-ля с продажей сырых продуктов ну то есть сосиски делают на месте и тут же тебе домой могут завернуть килограмм два килограмма вообще будет замечательно я на самом деле выбирал не прям фаворитов я выбирал просто тех кто интересен так или иначе у меня получился очень большой список сейчас наверное я не буду его озвучивать специфично вы его тоже озвучили по поводу русской кухни я даже пост там сделал когда пошли все эти заявки да по поводу русской кухни и на самом деле закадом всего этого процесса зашла целая дискуссия вот почему у нас нету почему 0 но я вот на многих маркетах в мире бывал везде качает локальная кухня лучше всего в лондоне это будет какой-то фишн чипс за ней будет самая большая очередь в лиссабоне я был на тайм-аут маркете вот там будет качать все равно какой-нибудь бакаляо и вся вот эта португальская и во всем мире всегда качает локальный продукт у нас все наоборот у нас действительно русская кухня все кто открывались может быть не с тем продуктом может быть не так но ни на одном маркете не качает русская русская еда будет и наш чек есть борщ конечно будет не круто если классный борщ почему не придешь на рынок пойдешь за борщом ну как-то звучит не солидно если с офиса ты чё я борщ пошел либо надо его как-то по-новому упаковать я я честно вот вы действительно проголосовали там за за вот человек который нашу новую русскую кухню делает я думаю что он достоин пойти следующую группу шкаф минимум меня смущает в этом концепте действительно вот я не не знаю я вот это как вот на красный на черный на это может бомбануть а может вот опять да там мимо касса меня в его концепте смущает на самом деле сложность приготовления очень замороченная еда я не знаю сколько и вообще возможно готовить формате по времени у него там и подача и у него обработка таких продуктов то есть у него каждое блюдо сложно сочинен ресторан и вопрос вот вот скажите вот в пятерок вот качнет борь качнет русская кухня можете вы вот представить что вы пришли на центральный рынок и пойдете в корнер русской еды интересной новой но пойдет эти трое трое лет час мари пойдет вот смотрите а те люди не от пельмени борщи винегрет может быть сюда такие люди люди не доходят я думаю что мы должны его взять на следующий тур да там еще у него хотя на самом деле я бы даже может быть двоих вытащил потому что он именно про сложную про новое прочтение а второго этого чувака с этими сухой и растяга и был еще один чувак 5 звезд 5 звезд 25 вот он предлагал русскую кухню и пельмени разные были предложения да я вот сейчас зрителям хочу сказать вы поймите тоже тему да мы выбираем конечно не только идею но и там человека так для реализации то есть это же этому человеку придется впахивать поэтому конечно если у человека все-таки опыт есть но мы на него то есть два человека предлагают одинаковый вариант да то конечно мы там выбираем того у кого есть опыт в этой области хоть какой-то наглая рыжая морда это кексы да я за них тоже однозначно я безумно хочу попробовать это настолько инстаграм на то что выложила девушка видео мы сегодня с утра даже когда собрались всех запомнили то есть как минимум я не верю сразу в концепты когда человек не знаю но условно из челябинска предлагает сделать мексиканский какие-нибудь буррито ну то есть какая-то должна быть предыстория у человека почему вот он решил да его что он делает пакет какой-нибудь да или какую-нибудь блюдо разных стран поэтому когда и мне нравится истории с карри вюрстом который больше говорил мне не просто потому что это ну крутой сосиска продукт немецкая что предложил этот чувак дежавю . ресторан который ресторатор и он в германии живет 15 лет и он соображается ну я тогда ему я верю мне нравится история с митболами косметолог . лана предлагает нам вариант если забыть о названии митболы тефтельки что их можно завернуть в капусту получается голубцы можно засунуть в перья ошибаешься ну как я ошибаюсь что я имею ввиду сам продукт вот этого мяса с рисом и на самом деле сегодня повали ночью были ребята которые предлагают прям вот как-то мясо с рисом так у них точно называется до видео я видел и рис и мясо причем . у них уже есть они делают фаршированные перцы где-то где-то у них . не знаю где они просто делают из мраморной говядины вот эти вот митболы ну условно да вот фарш и рис называется я просто сейчас к обсуждению записывать и в хоуп концепция на креветках креветка мне кажется любое блюдо если в названии есть креветка выигрывает мне потенциально понравилась история подумать про фондю там француз один был ребята предлагают рамен в рамен я верю но тут надо просто ребятам сказать что здесь уже сейчас заходят с раменом есть предложение с раменом и уже как бы мы там кстати тоже помогаем отчасти в разработке рецептур еще одна идея это салат бар я верю на 120 процентов салат бар если центральный рынок нам даст место где-нибудь вот центровое то есть ты должен взять что-то и салат вот такие голы да прям вот со свежим салатом это как бы и заигрывание тоже за игры с теми кто про здоровую еду в принципе да и это хорошая добавка к мясу вот здесь такого нет у нас было в концепциях салат бар да девочка сегодня утром прислала вот в эту историю я верю саму запенда вообще она наверно сам простая вообще в реализации вот эту всему гущу ну или наверное уже следующий шаг да мы сейчас пока выбираем надо еще продумать а как это все можно с собой потому что я все-таки считаю что доставка и взять с собой вот прямо в это будущее это 30 процентов выручки точно а сейчас сколько у ваших ребят с собой 20 процентов это точно да а дальше поскольку но это возможности я думаю она будет только дешеветь как дополнительный рынок сбыток канал сбыт и получение денег доставка она будет превращаться в номер один во второй тур тех кого мы сейчас на выбирали мы сейчас все вас найдем еще раз именно найдем сейчас я отдельно до скажем прилетают москву начинает второй тур мы с вами будем знакомиться вы будете еще раз рассказывать уже лично нам а может еще кого-то подгрузим в комиссию про вашу концепцию про вашу готовность открываться все наше обсуждение вы видели слышали ребят спасибо за всем удачи всем еще раз на участие это было весело второй этап будет личным знакомством да то есть ребята приедут уже нам лично рассказать про проект до после чего мы попросим наверно двоих-троих остаться еще у нас на пару-тройку дней для того чтобы уже с нами вместе сам продукт создать давай поехали кого мы заем на второй тур и на 9 человек 1 сладко надо да антон растягаю хан вот это все это гожан фаворит он прям топил мне не честно говоря не особо но общее мнение следующий 5 звезд 25 александр дедюхин черные пельмени и борщ до русская кухня все-таки мы как минимум решили русская кухня топит все-таки во второй тур точно русской кухни проходит место проект мы взяли будем смотреть 3 у нас студия вкуса михаил и новая русская кухня эта история с новой интерпретации русской кухни посмотрим на этот вариант насколько вообще он реализуем на рынке большой вопрос следующие это наглая рыжая морда чизкейк японский вика антропова вика которая выложила твоих три видео и мне кажется продолжает до сих пор бомбить века верю ни разу не пробовал хлопковый японский чизкейк но визуалка этого продукта пожалуй лучше из того что я видел на этом конкурсе а сегодняшний мир такой что визуалка рулит пятый участник это дежавю ресторан франкфурт тимур исмаилов у него сосиски немецкая кухня карри вюрс карри вюрс до сардельки прямиком из германии я знаю этот продукт и как только произношу у меня становится вкусно во рту я прям это очень крутая штука тем более тимур живет в германии уже 25 лет насколько я понял и ему я верю что он знает как сделать продукт правильным и жене предлагал можно сделать сардельки с собой да и вот эту колбосятину по всякому обыграть и такого продукта я в москве кстати не видел чайков павел чебуреки которые приготовили 44 вида чебуреков лютые перцы лютые следующий наш участник это плеска женя сербская плеска с сербской кухни до сербской плеской я честно говоря с ребятами не знаком но многие знают у них много уже своих аудитории они работают на гастромаркетах и видимо ну понимают о чем говорят то есть это видно что за ними уже есть некий хайп и продукт сам уже хороший салат-бар алина селивей салат-бар я не умею не очень нравится наверное этот концепт просто с точки зрения ну как продукт да он не такой интересный может быть как вот такие другие но то что он может рвануть на центральном рынке я лично наверное сомневаюсь меньше всего из всех проектов тут вопрос локации правильной локации в самом рынке и последний наш участник это галя и женя аккаунт не называется галю 1527 дизингов дизингов да это гоши на какие-то хорошие друзья я не знаю ребят с вами я знаком или нет больше постоянно про вас рассказывает и поскольку у вас уже есть опыт и в общем продукт достаточно понятный израильская кухня тоже сейчас достаточно в тренде популярное место в питере бикицер на рубинштейна разрывает вообще израильская еда в общем эти вот все девять человек девять команд которых мы здесь ждем на следующем туре валер ты за кого топишь давайте так ну что ребят герои выбрали не все наверное попадут в монтаж не все наши обсуждения было достаточно много долго мы снимали но тем не менее из 200 заявок мы выбрали 9 полуфиналистов очень надеемся что они заедут в москву ребята победители при этом в москву да на обсуждение с вами свяжется валерон я пока не буду анонсировать кто выиграл достань немножечко интригу в нашем выпуске выйдет ближайшие дни вы узнаете кто же победила а кто-то победил узнаете пораньше потому что валерия напишет сегодня чтобы они успели сдать билеты в москву смотрите какая у нас толпа народа покажи 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 как они все стоят все ребятки вам давайте хорошего монтажа я погнал пока ребят